Международный авиационно-космический салон в Жуковском Ребятки очень умные, они долго работали. Некоторые у нас ездили на мероприятия в Екатеринбурге, недавно вернулись из Королёва. То есть, так скажем, география обширна. И они представили, ну вот, мы некоторые проекты рассказали, дети Сергею Ивановичу ознакомили. То есть, это проекты будущего. О своих проектах юные конструкторы рассказали Сергею Морозову. Один из учеников Ярослав смоделировал самолёт Ан-14. Чтобы изготовить модель, имитирующую настоящий самолёт, ушло полгода. Потому что в будущем я хочу стать авиаконструктором и начать модернизацию различных самолётов. Другие ученики могли похвастаться не менее интересными проектами – лопастями для ветрогенераторов, ракетами и марсоходами. У нас стоят электростанции другого типа. А это тип карусельных метроэктостанций. У них суть в том, что нет ориентации на ветер. С какой бы стороны ветер нет, но они все равно будут работать в любом случае. Мне представляется о том, что это более интересная часть. Я не исключаю, может быть, через какой-то период времени, через 5-10 лет, может быть, этот раз и будет главной площадкой не сегодняшние самолёты, а вот такие площадки с точки зрения привлекательности. Напомним, в этом году на экспозиции «Макс» свою продукцию представляют 15 ульяновских предприятий. Впервые за историю авиасалона продукция Ульяновской области выставлена в региональном павильоне вместе с техникой Самарской области, Татарстана и Пермского края. Анна Тищенко, Новости Улправды ТВ. Новости Улправды ТВ